Всего несколько дней осталось у битуриентов 2020-го для того, чтобы зарегистрироваться на прохождение централизованного тестирования. И людей в эти дни в пункте регистрации Брестского государственного технического университета достаточно. Кто-то приехал подать документы сам, кто-то вместе с родителями. Планируем на промышленное и гражданское строительство. Немного, да, было страшно, а так в принципе. Готовились к этому. Поэтому думали, что будет и как будет. Переживали немножко. Ну как будет, не знаем. Только в Брестской области уже зарегистрировано более 30 тысяч пропусков. И несмотря на то, что даты экзаменов в связи с пандемией сместились, теперь белорусский язык абитуриенты будут сдавать 25 июня. Менять пропуски на тестирование не нужно. Однако стоит обратить внимание на формат проведения испытаний по русскому и белорусскому языкам. В этом году у нас будет, соответственно, два дня русский язык и два дня математика. Связано это в связи с тем, что мы, ребят, рассаживаем, соответственно, по одному запарту, соблюдая вот эту социальную дистанцию. Естественно, в каждой аудитории будет дезинфицирующее средство. Опять же, так скажем, что касается абитуриентов, желательно, чтобы они, в общем-то, тоже имели какие-то средства защиты, то есть, по-просто говоря, ту же самую маску. И ребята, которые прошли регистрацию раньше, пропуска менять не надо, даже если там даты старые стоят. Сейчас, соответственно, есть на сайте Республиканского института контроля знаний соответствие вот этих вот дат, то есть таблица соответствия, по которой можно, в принципе, определиться, в который день я буду проходить тот или иной предмет. Ну, если возникает затруднение, соответственно, просто звонить в пункт проведения тестирования или регистрации тестирования для того, чтобы выяснить, какой день будет какой предмет проходить. Форма регистрации на централизованное тестирование в этом году частично заочная. Сначала абитуриент подает необходимые данные посредством электронной почты, в ответ ему приходит лицевой счет для оплаты, и только после поступающий приходит за своим готовым пропуском. Чтобы сократить количество контактов, ребята могут дома пройти эту регистрацию, то есть, просто высылают нам заполненную анкету, и уже по этой анкете мы формируем лицевой счет, который отправляется обратно по электронной почте, и, соответственно, абитуриент приходит только для того, чтобы уже забрать свой пропуск. Абитуриенты, несмотря на коронавирус, продолжают регистрироваться, но, естественно, оно может быть немножко малым количеством, как говорится, но еще у нас пока в запасе, как минимум, скажем, 4-5 дней. Вот, то есть, еще раз повторюсь, 1 июня мы заканчиваем регистрацию включительно, то есть до 1 июня, соответственно, можно также отправлять нам на e-mail заявку. Времени до экзаменов еще практически месяц, и старшеклассники седьмой школы, понимая, что появились лишние часы для работы с учебниками, используют их максимально эффективно. Уроки стараются не пропускать. С одной стороны, чтобы задать педагогам дополнительные вопросы, а с другой, юноши и девушки наслаждаются последними мгновениями школьной жизни. Я считаю, что было достаточно занятий и факультативов. Учителя достаточно хорошо объясняют материал, который способен даже на уроке запомнить. Запомнить дают также дополнительные задания, чтобы укрепить наши знания. И я думаю, что у нас достаточно хорошие учителя, и с их подготовкой, мне кажется, каждый может сдать на достаточно высокий балл и поступить туда, куда он желает. Напомним, централизованное тестирование начнется в стране 25 июня. Первыми за порты сядут абитуриенты, выбравшие в качестве одного из предметов белорусский язык. Завершится кампания 16 июля. Последней в таблице экзаменов размещена всемирная история.